Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование послания апостола Павла к Коринфянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 15 главу. Напоминаю вам, братья, пишет апостол Павел, Евангелие, которое я благоествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, в котором вы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благоествовал вам, если только нечетно уверовали. Такими словами апостол Павел, начиная от наставления к Коринфской церкви, в которой были, как мы видели в предыдущих главах, 12, 13, 14 раздоры по поводу их духа соперничества. Они, хотя уже будучи и крещенными, но еще оставались неофитами, не пережили свое прошлое языческое. Мы помним с вами, что город Коринф – это был город, где также на уровне с Афинами проводились Олимпийские игры. И поэтому дух соперничества проник также и в христианскую общину. Поэтому апостол Павел наставляет их и говорит, что существуют три главные добродетели – вера, надежда, но подчеркивает, что любовь из них больше. Поэтому все, что в духе мира сего, о чем апостол Павел предупреждает в другом послании, в послании к римлянам, не сообразуйтесь веком сим, а преобразуйтесь обновлением ума вашего, если этого обновления ума не происходит, или этот человек к нему не стремится приобщиться к главному, к исполнению заповедей Божьей, которая ведет человека к освящению и дает человеку возможность понять, что есть любовь к Богу и к ближнему так, как она должна быть, а не так, как человеку хочется или так, как ему вздумается. Этот дух соперничества возникал именно по той причине, что они неправильно понимали служение Богу и ближнему. Откуда мы обретаем это правильное понимание? Из Слова Божия, из священного предания. Поэтому апостол Павел тут так и говорит. «Братья, Евангелие, которое я благословил вам, которое вы приняли, в котором утвердились, в котором спасаетесь, преподанные удерживайте, так, как я благословил вам». Очень важно апостол Павел говорит здесь о святом предании, не о том, что я вам написал, а о том, как благовествовал, о том, как правильно понимать тексты священного писания. И далее апостол пишет. «Ибо я первоначально преподавал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи ваши по писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по писанию». Видим, в третьем и четвертом стихе апостол Павел дважды повторяет то, что Христос умер в воскрес по писанию, так, как об этом сказано в священном писании. В каком священном писании? В священном писании Ветхого Завета, конечно же. Мы знаем, что и у пророка Осии есть такие слова, которые, например, цитирует святитель Иоанн Златоуст в своем послании, ссылаясь на пророку Осии. Он так и говорит, что пророк Осия говорит «оживит нас через два дня, а в третий день восстановит нас». Осия 6.2. Другой текст священного писания, Откровение 13.8, также напоминает святителя Иоанна Златоуста, где сказано, что Агнца закланного от создания мира. Вот какое Евангелие. Вот о чем говорилось в священном писании. В самой первой книге, книге «Бытие», в 3 главе 15 стихе, как мы помним, еще из давних бесед, когда мы с вами исследовали книгу «Бытие», так и сказано, что «и вражду положу между мною тобой, между семьями твоим, семьями ее, оно будет поражать тебя в голод и будет жаль тебя в пяту». Первое Евангелие, в котором говорится о смерти дьявола и воскресении Христова. «И когда, далее продолжают апостолы, явился Кифи, потом в двенадцати, потом явился более нежели пятистам братья в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили». То есть он говорит, что были свидетели, очевидцы. «Потом явился Иакову, также и апостолам, а после всех явился мне, как некому извергу, ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божией есть, что есть. «И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божией, которая со мною». Мы видим, что в этих стихах апостол Павел как бы себя сначала унижает, а потом, в общем-то, и возвышает. Для чего он делает так, для чего он напоминает свою историю, скажем, прихода его и обращения от иудаизма в христианство. Для чего он сначала говорит, что «я изверг и церковь гнал». А на самом деле он не говорит что-то такое, то, что не соответствует его жизни. Он просто здесь рассказывает, что он действительно был извергом, действительно был гонителем, действительно был человекоубийцем, действительно шел в Дамаск, как об этом описывается в «Деянии апостолов» 9 главы, для того, чтобы гнать церковь Божию. Но Господь остановил его, видя его сердце, видя, что он делает уже все это против своей совести, ради только человеческого тщеславия, но сердцем своим уже обратился, скажем так, ко Христу, особенно видя побиение Стефана, когда он держал одежды, видя этот подвиг мученичества. Конечно, это, как пишут многие отцы, обращая на это внимание, произвело тогда уже на апостола Павла глубочайшее состояние перемены. Поэтому мы так и говорим, что, как бы в Торе словам учителя церкви Тертулиана, что кровь мучеников — это семя христианства. И вот это семя было посеяно в сердце апостола тогда еще Савла и будущего Павла. «Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали?» пишет апостол. «Если же о Христе проповедуют, что он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых?» Здесь апостол Павел переходит к другой теме, очень важной, которая фактически будет звучать до сегодняшней, такой достаточно пространной главы 1 Коринфянам, 58 стихов. Но эта тема начинается именно с 12 и 13 стихов. «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес,» пишет апостол. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. «А если Христос не воскрес, то вера наша тщетна, то есть, не имеет никакого смысла. Вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если бы мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Видим, что апостол Павел здесь наставление коринфской церкви обращает их главный взор на то, к чему предназначен человек, к воскресению из мертвых. Но это воскресение из мертвых в жизнь вечную, она невозможна без веры во Христа. Нет, впрочем, воскресение, конечно, будет, и мертвые все воскреснут, как праведники, так и нечестивые. Но без веры во Христа не будет и невозможно соединения со Христом и невозможно вхождение в Его Царство. Христос сам о себе говорит «Я есть им дверь». И только Христом можно войти, соединившись с Ним. И всякий другой вход будет подобен тому, о чем сам Спаситель говорит в Евангелии, что кто перелазит через забор, то есть Инди, или подкапывает, или какими-то другими путями, то есть своего умствования, достижения, какого-либо блаженства или какого-нибудь счастья в жизни будущего века. Но еще апостол Павел предупреждает здесь и Каримскую общину от того, что христианство — это не просто морально-этическая идеология. Христианство — это вера в жизнь будущего века. Поэтому он так говорит, если мы не верим, как он здесь так и пишет, «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Строгие слова, отрезвляющие слова, слова, дающие понимание, что есть вера Христова, в чем главный смысл. Не в этой только жизни надеяться на Христа, а если говорить «только в этой», то несчастнее всех человеков. Зачем человек приходит в церковь? Что он ищет в церкви Божьей? Выгоды? Какого-то своего благополучия? Семейного счастья? Может быть, личных успехов? Мы скажем, разве это плохо? Искать счастье в семье, какого-то успеха, если, конечно, он не носит вреда другим. Конечно, хорошо. Обычные человеческие такие стремления в этой жизни. Но апостол предупреждает. Заметьте, как говорит. «Если только, если мы только в этой жизни надеемся на Христа». И далее продолжает. «Но Христос воскрес из мертвых, он утверждает в Каринской церкви эту мысль. Ибо, так и говорит, «Ибо Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так и через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так и во Христе все оживут. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христову, в пришествии его». А затем конец. «Когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу». Видим, что говорится о воскресении из мертвых, говорится о неком порядке. И действительно, этот порядок будет. Апостол Павел говорит в другом послании, фессалоникийцам, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших». И далее в книге Откровения, также и в Евангелии от Матфея сказано будет «Гластрубный, мертвые, воскреснут из гробов». В послании фессалоникийцам говорится, «Те, кто останется в живых, обновитесь, а вы обновитесь к новой жизни». То есть изменится человеческая природа по образу Спасителя. Если только, конечно, для тех по образу Спасителя, кто будет с ним. Но для других будет вечная жизнь? Будет. Но она будет без Бога. А жизнь без Бога – сущая пустота. Потому что нет другого бытия, то, что бы наполняло этот мир. Дьявол, он только берет повод от заповедей. Он не имеет своего бытия. Поэтому дьявол – это сущая пустота. И в этом смысле всякие измышления и идеология веков сего – это сущая по сути пустота. Почему? Потому что нет того, о чем я сказал. Сущая пустота – в кавычках слово «сущая». Потому что так, как оно не существует без Бога. Дьявол и бесы – это паразиты на теле Христовом и вообще на жизни как таковой. А Христос и есть жизнь. Так и пишет здесь. Как в Адаме все умирают, так и во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Ну, вот интересные слова. Упразднить всякое начальство и всякую власть и силу. Кто это? Начальство, власть и сила. Как раз демоны. Существительное златоуство так и пишет. Цитата. Об упразднении какого начальства говорит здесь апостол? Как бы он спрашивает. Ангелов? Нет. Верующих тоже нет. Тогда кого же? Начальство демонов, о которых он говорил и ранее. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. Против духа, злого поднебесных. Ефесиным, послание, 6 глава, 12 стих, конец цитаты. Ибо ему надлежало царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. То есть дьявол будет уничтожен. Он не сможет больше проникать в царствие Христово. Когда же все покорятся ему, продолжает апостол, то есть Христу, тогда и сам сын покорится покорившему все ему. Да будет Бог все во всем. Иначе что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестится для мертвых? Что это за такое интересное и странное выражение? Что значит креститься для мертвых? Во-первых, здесь из толкователей многие замечают следующее. Например, можно прочитать толкование 29 стиха в Руси-Медиоландского. Он пишет так, цитата, последователи Маркиона крестят живых за тех, кто умер некрещенным, не зная, что крещение спасает только того, кто сам принял его. Кто это такой Маркион? Маркиониты. Это очень древняя ересь, которая вышла своими корнями. Также она погружалась и в гоностицизм древнюю ересь, и в манихейство. И вот Маркиониты считали, видимо, вероятно, что здесь и в Каринской церкви заражалось, естественно, они были знакомы с ересьским гностицизмом, это понимание. И считали, что можно, если, например, не крестился человек при жизни, то потом тот верующий, который понимал, что кто не родится от воды и духа, тот не войдет в царствие Божие, и он хотел бы, ну, пытался как-то водой, краплением воды, как пишут некоторые вот комментаторы, тоже действительно, Златоуст, об этом напоминают, то есть креститься водой за уже умершего, но Вросим Диоланский здесь утверждает, что это невозможно. Сегодня есть такая организация, как Мормоны, Церковь Иисуса Христа Святых Последний Дней, вот они возрождают эту ересь маркионов и находят книги людей, своих родственников, и стараются как бы их крестить, то есть упоминая их имена на себя, прилагая это крещение. Ну, мормоны для чего это делают? Они думают, что вот в их доктрине сказано о том, что Бог был когда-то таким же, каким сейчас есть человек, то есть Бог — это развитый человек. И вот цель мормонизма, как в книге своей, книге Мормона, драгоценная жемчужина, да, жемчужина, они так и пишут, что для чего вот это крещение производится? Для того, чтобы каждый мормон считает, что он может развиться в Бога, и там он будет творить тоже различные вселенные там в необъятном космосе, ну, ему нужны будут люди там, чтобы они тоже там были, и вот он считает, что на этих планетах там есть разные состояния тоже людей, о которых все это заблуждение пишут. И таким образом можно здесь видеть, что это заблуждение они черпали из гностетической ереси, из маркионской ереси, и, как мы видим, апостол здесь предостерегает и Коринфян по всей видимости, тогда уже они были знакомы с этим, опять же, душепагубным заблуждением. И далее мы читаем, для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям. Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим. Что значит апостол Павел говорит, я каждый день умираю? Дальше он, впрочем, это будет объяснять, но известно, что свидетель переводится как Мартинус, то есть человек как бы мученик, и каждый человек, который свидетельствует о Христе, он вступает в мир такой борьбы духов злобы поднебесных. Поэтому дьяволу очень не нравится, когда свидетель, человек, благовестник, проповедник, миссионер, катехизатор врывает из этих челюстей очередную душу свидетельством о смерти и воскресении Христовом и говоря человеку о его предназначении жизни во Христе и со Христом. И вот апостол здесь об этом и пишет. Далее продолжает в 32 стихе по рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? То есть апостол Павел здесь как бы говорит, что всякий подвиг человека он будет напрасен, если это не во имя Христова. То, о чем говорил святитель Симеон, Симеон Новобогослов. Он писал так, что всякое добро, которое сделано недобрым образом, не есть добро. Что означают эти слова? Всякий подвиг, который сделан, как апостол Павел об этом говорил в 13 главе, если я имею веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, но любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Если я раздам имение мое и даже тело мое отдам насаждение, а любви не имею, как он там говорит несколько раз, что кимвал звучащий и пустота полная. Поэтому апостол утверждает снова эту мысль. Если мертвые не воскресают, то тогда нет в никаких подвигах никакой пользы, если человек не делает это ради Христа и ради спасения других, то, о чем здесь спасить, из чего и начинается, что напоминает Евангелие, говорит, которое я благоествовал вам. И далее апостол Павел здесь как бы бросает человеческое размышление в крайность такую другую и говорит, зачем тогда мы себя сдерживаем. Так и говорит, «Станем тогда есть и пить, ибо завтра умрем». То есть какой смысл? Снова и снова он как бы подчеркивает, что христианство это не просто мораль и идеология и какая-то нравственная этика. Нет никакого смысла быть православным человеком, быть христианином, если не верить в воскресение из мертвых. Будем, станем есть, пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, худые сообщества, развращают добрые нравы. Опять предупреждает, как и псалмопевец Давид, предупреждает здесь и апостол Павел, блажен муж, который не идет на совет нечестивых. Действительно, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к студу вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога, но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые, в каком теле придут. Мы видим, что в Каримской церкви они там погнались за соперничество, у кого больше даров, а самого главного не понимали. Поэтому апостол Павлу приходится здесь им столько много объяснять. Безрассудно, говорит он, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело, будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные, а есть земные, но иная слава небесных, иная земных. Какая важная, здесь истинная, какая мысль подчеркивается апостол Павлом, он говорит о том, ну посмотри, наглядный пример, вот сеешь ты семя, но кто заложил туда в это севечко, в это зернышко столько информации, что вырастает там колос, или из семечков подсолнух вырастает действительно подсолнух, а из желудя вырастает дуб, а из маленькой семечки береза, вот эти сережки, которые висят, оказывается вырастет целая береза. Это же такой, на самом деле, то, что называется генетический код, но это же столько информации, заложенного именно в этом маленьком зерне. Мы порой часто не задумываемся над этими вещами. Так апостол Павел говорит и человеческое тело, оно тоже будет похоронено, тоже его закопают, оно тоже будет в земле, но Бог каким-то своим образом, не так, как мир растительный, потому что есть, мы можем так, в шестоднии увидеть четыре позиции как бы мира, которые творит Бог, ну условно, материальный, растительный, животный мир и человеческий. Это разные миры, смешивать их нельзя, но некое подобие, потому как все есть творение Божие, во всем этом есть. Поэтому апостол Павел здесь прибегает к этому сравнению и говорит, если ты видишь, что растение, брошенное в землю, да, семья, оно возрастает, воскресает, то неужели думаешь, ты человек, если ты будешь положен, тело твое будет в огроб, то все на этом мире, все тогда исчезнет, как говорят, лопух на могиле вырастет и этим все закончится. Нет, конечно. Плоть не пользует немало, да. А как сказано, что так здесь и сказано дальше в 42 стихе, так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, воскресает славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстанет тело духовное. То есть душа человека. Есть тело душевное, есть тело духовное. Что означают эти слова? Есть тело душевное. Действительно, человек как душа, как дзон, как это переводится с греческого. То есть это дух, душа и тело. То, о чем апостол Павел пишет. Но есть душа, душа живая, о котором и в Ветхом Завете, помним, мы как-то с вами рассматривали. Нефеш на Шамая Руах. Это живая душа. Нефеш, она никуда не денется. Она всегда будет. Она не душа человека, а она бессмертна. И она неумертвляема. И человек, если хотите, обречен на вечность, как таковой. Не может в никуда, никуда исчезнуть. Это, не помню, по-моему, второй закон терминодинамики, что ничего никуда не исчезает совсем. То есть одно просто переходит в другое состояние. Любой предмет, который есть сотворенным Богом, он не может абсолютно исчезнуть из этого бытия. Неужели мы думаем, что человек, как венец творения, исчезнет в какое-то состояние небытия? Поэтому так апостол и продолжает. Далее напоминает им ветхозаветную историю. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душой живущую, а последний, Адам, есть дух животворящий. То есть он говорит здесь о Христе. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Вот это очень важная мысль, которая здесь для нас утверждается. Не духовное прежде, а душевное, потом духовное. То есть апостол Павел здесь как бы обличает и ересь ориганизма. Ведь ориген думал о том, что душа, она где-то там витает, а потом, когда тело человеческое рождается, и душа туда как-то вселяется. Нет, апостол, говорит Павел, это не так. Не духовное прежде, а душевное. Сначала человек, и в этот момент тайна зарождения человеческой души и тела. Каков перстный, таковы и перстный, и каков небесный, таковы и небесный. И как мы носили образ перстного, будем носить образ и небесного. Но то, скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Апостол Павел здесь говорит и отвечает на тот вопрос, который некогда задавали спасителю иудеи, когда они подходили, он даже немного кощунственно так звучал этот вопрос, они говорят, вот один имел жену, и вот он с этой женой был, потом она умерла, потом муж ее умер и стал, чтобы восстановить семя по иудейской традиции, другой, третий, четвертый, так до пяти мужей был у этой женщины. Ну, они говорят, она же блудница, так вот, в общем-то, они понимали, что закон-то был у них такой, но пять мужей. Что, кем, кого женой будет она в Царстве Божьем? Христос их тогда обличил. Он говорит, не знаете, не знаете тайн Божьих, что в Царстве Божьем не выходят замуж и не женятся. Там люди будут пребывать как бы ангелы, тела человеческие, они будут как бы прозрачны. Мы не знаем, как говорит апостол Павел, как это будет. Мы сейчас можем только предполагать, как он пишет, как сквозь тусклое стекло, гадательно. Но некоторые предположения Священного Писания нам оставляет и предание Церкви, что тела наши изменятся, они будут подобно ангельским, подобно, но не ангельский. Поэтому тут апостол так и говорит, что тление не наследует Царствие Божие. И тление не наследует не тление. Это некоторые сегодня люди так и говорят. Ну, а почему Бог? Может быть, он такой милосердный, и вот он всех людей, ну, и помилует и грешников, и блудников, и убийц, и пьяниц, и прочих. Бог-то, конечно, милосердный, но апостол Павел говорит, что тление не наследует не тление. И тление не наследует не тление. О чем здесь речь? О том, что Бог-то помилует его, но этот человек по своей воле не захочет перемениться, и поэтому ничто не чистое, как сказано, в Царствие Божие не войдет. И как тогда Бог допустит этого человека, этого убийца? Что он тут там будет, я извиняюсь, конечно, по Царству Божию бегать и искать, с кем поблудить? Если он не захочет измениться, свобода-то человека не может быть наружной. Или будет искать, кого убить? Или будет искать со своими грехами, кого ограбить? Как тогда будет он там существовать? Поэтому апостол так и говорит. И тление не наследует не тление. Говорю вам тайну, подчеркивает, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо струбитый, мертвый, воскреснут не тленными, а мы изменимся. То же, что он пишет в послании также «Бравши нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Итак, братья мои, возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом. Эти слова, которые мы с вами слышим в дни Святой Пасхи, непосредственно в день Пасхи, воскресения Иисусом Христом, жало смерти, грех, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. Апостол Павел здесь говорит о очень важной истине. Я помню, как-то ко мне подошел один молодой человек, он совсем недавно делал только первые шаги в храме, стал приходить наш приход, его стало так видно, он старался всем помочь, внутренний природный добродетель Бога в нем было заложено. И после, как раз на Пасху, он подошел и говорит, я вот как-то не совсем какую-то вещь, наверное, может, допонимаю. Вот вы говорите, смерти нет, Христос воскресе. Я вот в это верю, да, но как смерти-то нет? Ведь у меня, например, скажем, в начале, как он сказал, Великого Поста, бабушка умерла, а вы говорите, смерти нет. Но речь идет о смерти другой. Есть смерть первая, о котором говорит апостол, а есть смерть вторая. Смерть первая — это отделение души от тела, а смерть вторая — отделение души от Бога. Именно об этой смерти пишет здесь апостол Павел, когда человек при этой жизни не подготовил свою душу, свой ум, а душа имеет трехсоставность, свои чувства, свою волю, не подготовил к тому, чтобы соединиться с Богом, то с ним произойдет после отделения души от тела смерть вторая, то, которую больше всего опасается человек верующий. Смерть первая — это естественное состояние любого человека. Никуда от этого не деться, и ничто с этим поделать невозможно. И исправить этого никак нельзя. Это естественный процесс человеческой жизни. Душа, она отделится от тела. А вот во власти человека и благодати Божией, которую человек призывает, это отделится ли его душа от Бога или нет. В этом и есть свобода. Вот это и есть победа над смертью. Он понял. Да. И дальше продолжает ходить и прихожане нашего храма. Поэтому апостол Павел заканчивает эту главу, достаточно пространную в своем содержании, 58 стихов, так и пишет. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господу нашим Иисусом Христом. Действительно. Действительно так, как часто мы слишком, скажем, в своей суете житейской забываем благодарить Бога вообще за то, что мы живы. И вообще за то, что мы живем. И вообще за то, что мы появились в этот мир. И за то, что Господь призвал нас в чудный свой свет. И так завершает апостол Павел эту главу, 58 стихом, и призывает. Итак, братья, мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен перед Господом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok